Здравствуйте, дорогие друзья! Неожиданное для меня видео, да? Давненько я тут не бывала и давненько для вас не снимала. Это Леруа Мерлен, город Ногинск, Московская область. Давайте пойдем с вами посмотрим, что же тут есть интересненького, что тут появилось за последнее время интересного. Большой выбор строительных пылесосов и мини-моек. Привлек мое внимание пылесос от KERHER WD3. У меня такой есть. Пылесос хороший, но тут какая-то новая модификация, видите, с розеткой. Стоит он 14 тысяч, длина кабеля 4 метра. В общем, какой-то он новенький. Ручка складная, да, его немножко видоизменили. И рядышком стоит пылесос WD2. Такой у меня тоже есть. И тоже модификация измененная, да. Видите, все можно включить, посмотреть, проверить. Одна скорость. Так, еще вам так общим планом покажу, какие еще есть пылесосы, цены. Это уже идут мини-мойки. Мы в прошлом году тоже купили мини-мойку, и как раз вот от этой марки FUTTER. И тоже, смотрите, все можно попробовать. Как это все будет происходить, матье, тоже не вопрос, пожалуйста. Ну и, конечно же, сейчас рай для садоводов. Покупаем саженцы, много хост, цены вы все видите. Хоста, кстати, одна штучка. Дорого. В экспрессе я брала хоста за 99 рублей. А тут самое дешевое 177 рублей. Лилии, гладиолусы. Ух, какой лилейник, вы посмотрите. Напоминает цветок, который вот дико воняет тухлым мясом. Стоит, конечно, немало, 455 рублей. Ирисы. Калы. И вот такие смеси. Эхинация, микс, три штучки. Конечно, выбор огромный. Гладиолусы красивые. Ну, конечно, надо просто приезжать, выбирать, смотреть. Все так общим планом даже не покажешь. Выбор просто огромный. А вы сажаете гладиолусы? Я одно время сажала, но устала их выкапывать на зиму. И сейчас стараюсь сажать только те растения, которые не требуют никакой выкапки. Ничего такого. Какая лилия. Обожаю белые лилии. А здесь еще и форма такая необычная. Розы еще вам давайте покажу, что тут есть. Цены тоже вот внизу, все видно. Гортензии. Циника нет, наверное, с той стороны. Спирея. Детия. Все растения проснулись, выбирайте. Гортензии 433 рубля разные. Клематис. Сакура даже есть. Ничего себе, 698 рублей. Смотрите, одна даже зацвела. Есть ли смысл такой покупать? Специалисты советуют не покупать саженца, которые уже цветут. Ну, собственно говоря, тот отдел, куда приехала я. Мне нужна Антоновка. Сейчас буду искать. Моя Антоновка должна стоить 555 рублей. Сливы, априкосы, алыча, груши. Уже все ближе и ближе. Ну, и вот она, моя Антоновка. Сейчас буду выбирать самый-самый жизнеспособный, классный саженец. Вот такие лютики. Смотрите, какой саженец. Яблоня колоновидная. Вот это да. Что еще есть? Карликовые яблоньки. Вот все цены. Красное раннее. Выбор, конечно, большой. Мне просто уже яблони сажать некуда. Вот так бы, может быть, еще что-нибудь прикупила. Мне только Антоновка нужна. Груша мраморная. Яблоня в пакете у слада. За 333 рубля подешевле. Черешня бряночка. 455 рублей. Что-то мне напоминает, что в Экспрессе такая черешня. Именно, по-моему, бряночка была, да. 199, по-моему, она стоила. В общем, конечно, сравнивайте цены, да. Небо и земля. Смородина, жимолость. Так, здесь уже нам все это не надо. Ух ты. Ежевика, 333 рубля. Какая прям уже жизнеспособная ежевика. Малина. Белая фея. Малина, желтый гигант. Геракл. Бриллиантовая. Также большой выбор пионов. Цены, конечно, в этом году немаленькие. Самый дешевый, вижу, 333... А, 298 рублей. Вот такие вот пионы. Лобчатка. Тоже большой выбор. Вот тут. Ценник на жасмин, а стоит жимолость. Вот он, жасмин. Испирея. Так, земляника. Вимазанта. Не знаю, такой сорт. И зенга-зенгана. 177 рублей. Смотрите, что увидела. Это щиток защитный. Сфера. Так вот он выглядит. Он вот таком будет очень хорошо. Косить триммером траву. Прям защитит. И дышать будет легко и свободно. У меня обычные очки. И у них как-то глаза тупотеют. И еще что. 318 рублей. Вот такой защитный щиток. И большой, огромный просто рулон протирочной бумаги. 500 листов. 412 рублей. Да, это просто бумага. То есть, как вот полотенца кухонные. Тоже очень нужный товар. Сейчас весной будем обрабатывать наше растение. И вообще все огороды. От всяких сорняков и так далее. Фимии. Это комбинезон одноразовый. Есть вариант за 350 рублей. Размер вот этот XL. Сейчас посмотрим. XL. Вроде как все XL. Другие не вижу. Там ламинированный. И есть комбинезон защитный. Вот такой вот. Тоже размеры XL. Здесь уже не ламинированный. Спонбонд. 248 рублей. А вот, кстати, защитный щиток. Есть такой вот вариант. Но здесь как бы мутный такой цвет. Надеюсь, эта пленочка снимается. Сейчас попробую ее снять. Посмотреть. 244 рубля он стоит. Да, все хорошо. Пленочку можно снять. Он будет прозрачный. Стоит подешевле. Хожу по магазину и думаю, откуда птицы кричат. Вон наверху чайки сидят. Замечательно вообще. Большой выбор виол. Вот упаковочка 10 штук. 266 рублей. Бегония. 255 рублей. Вечно цветущая. Питония. 10 штучек. Грандифлора. 258 рублей. Большой выбор. Разные есть. Питония. Маргаритка. Одна штучка. 88 рублей. Горшочки. Новые леечки тут появились. Не знаю, как давно они здесь. Потому что меня тут давно не было. 380 рублей. Если честно, пластик так себе. Скорее всего, это полистирол. То есть его ронять нельзя. Слушайте, как бремит. Уроните и будет вам трещина, скол, все что угодно. Еще вот такие леечки. Здесь цена, конечно, вообще заоблачная. Правильно я поняла? 720 рублей. 1,2 литра лейка. Да, 1,2 литра. 720 рублей. За что? Да, плотный пластик. Ну, за что? Леечки. 140 рублей 1,5 литра. Это деткам баловаться на грядках. Вот это хорошая цена. И леечка симпатичная. Ну и здесь, конечно же, рай. Все показывать вообще нет смысла. Вот вообще, единственное, что покажу. 3 рубля теперь стоят самые дешевые семена. В прошлом году они стоили, по-моему, по рублю с чем-то. Выбор огромный. Все, что хотите. Урожай еще не скоро, но вот можно уже ящики приобрести. Достаточно прочные, хорошие, большие ящики. Причем, наверное, их можно хранить друг на друга, вставить. Так. Секундочку. Именно этот ящик. Здесь размер 60 на 40 сантиметров. Можно хранить их друг на друга. И высота 22 сантиметра. 414 рублей. Ящики поменьше. Вот такие вот. 40 на 30 на 22 сантиметра. 258 рублей. И еще здесь вот такой стеллаж. 5 полок. 2848 рублей. Стеллаж пластиковый. 90 на 187 на 40 сантиметров. Пластик очень такой толстенький, плотный. Хороший стеллажик. Корзиночный рай. Общим планом вам покажу. Если что-то понравилось, приезжая в Леруа, вы сможете подойти, пощупать, посмотреть. Ну и кто скучал по Икеи? В Леруа, они есть. 31 на 31 на 31 сантиметр. 387 рублей. И есть вариант 372 рубля. Пожалуйста, есть небольшие. Цвета разные. Пожалуйста, тут все имеется. Не вопрос. Ребята, и хотелось бы закончить сегодняшний обзор. Вот такой вот прелесть. Это свечи. Готовятся к Пасхе Леруа Мерлен. Так же, как и все другие магазины. Посмотрите, какая прелесть. Свечи парафиновые. Есть варианты побольше свечки. 115 рублей. Такие комплекты 175 рублей. Красота. Такой милый презент Пасхи. А я вас всех люблю. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на мои странички в других соцсетях. Все ссылочки внизу в описании к этому видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok